Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Олег. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, что такое понятие рабочая собака. То есть многие из нас ориентируются на объявления, когда приобретают щенка, где написано родители являются рабочими. Что же такое рабочие? Ну, для начала официально. То есть рабочая собака, все собаки имеют те или иные виды специальности, если они находятся на государственной какой-то службе. То есть это может быть собака-спасатель, как у нас вот здесь. Это может быть собака-конвоир, как где-то там в следственных каких-то органах, в тюрьмах работают конвоиры. Это может быть собака, которая работает по следу. Это собака, которая может работать в таможне, например, разыскивать какие-то запрещенные к провозу вещества. То есть это может быть охотничья рабочая собака. Так вот, что же значит рабочая? То есть терминология рабочая. Рабочая это значит собака, которая прошла курс обучения, то или иного виду специальности и прошла сертификационные испытания. То есть она имеет конкретный документ, конкретную лицензию, грубо говоря, на тот или иной вид деятельности. И вот что же это значит для нас, для приобретателей щенков, которые берут себе домой именно собак от рабочих, щенков от рабочих собак. Ну вот смотрите. Значит, это не всегда хорошо. Почему не всегда хорошо? То есть у данных щенков есть конкретная предрасположенность к тому или иному виду деятельности. Но для чего это нужно в домашних условиях? То есть если вы берете домой немецкую овчарку, допустим, какую-то, и это собака от рабочих производителей, которые там, например, допустим, собака больше работала по следу. То есть здесь вот генетически выводились собаки и методом искусственного отбора отбирались именно для того, чтобы она работала по следу. То есть плюс в чем заключается? То есть плюс в сильном обонянии развитому животному собака рабочая, которая, ну, в нашей специальности, скажем, которая была собакой, собака спасатель. Да, тоже хорошая специальность, казалось бы, вот рабочая собака, папа с мамой работали, значит, где-то на техногимных завалах в лесном поиске. Ну, здесь опять вот смотрите, да, надо вам вот такая генетическая предрасположенность, что собака не будет иметь полностью какую-то агрессию, как охранник. Она может быть непригодна для ваших конкретных каких-то задач, которые вы берете. Вот, она будет всех любить, она будет ко всем бежать, да, громко лаять, там, и так далее. То есть, в принципе, когда вы берете собаку, ну, то есть не подразумеваете вы то, что она у вас будет, там, ходить по следу, да, там, охранять территорию какую-то, то, в принципе, эти рабочие качества, я думаю, что особо не нужны. И потом, если, например, собака-конвоир рабочая, да, то здесь тоже вот озлобленность, вы можете учесть это. То есть, рабочее качество животного говорят только о какой-то генетической предрасположенности собаки к тому или иному виду деятельности. И не более того. И то я хочу сказать, что рабочая собака могут утверждать только те люди, которые, собственно говоря, прошли именно те или иные виды сертификационных испытаний для работы по той или иной специальности. Даже собаки, которые работают в лесу, да, то есть охотничьи собаки, они то проходят на тот или иной вид охоты. То есть, там, на утку, на медведя, там, на таска, на барсука, то есть, все равно они должны будут пройти какие-то определенные сертификационные испытания. Все остальное, по моему глубокому убеждению, не является рабочими собаками. Так что, рабочая собака, это которая имеет конкретную бумагу о том, что она прошла те или иные виды сертификационных испытаний. А для нас, как для владельцев, это говорит лишь о том, что собака имеет генетическую предрасположенность для работы в том или ином направлении. Вот, собственно говоря, что такое рабочая собака, рабочий щенок от рабочих родителей. Так что, друзья мои, заслужите доверия, заслужите уважения, имейте это в виду, когда вы будете приобретать себе щенка, и у вас все получится. С вами был канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Спасибо. 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 Спасибо.